Дорогие друзья, приветствую вас на мастер-классе «Психосоматика и неврозы. Симптомы, причины и особенности работы». За три дня мы с вами освоим достаточно большой материал. Посмотрим вообще, что такое психосоматические заболевания с точки зрения практики психолога, который встречается с такими пациентами, клиентами регулярно. Часто психологи испытывают чувство неловкости, беспокоятся, смогут ли они с этим состоянием справиться, из чего оно складывается, как с ним работать. И вот моя задача – рассказать вам о этих состояниях таким образом, чтобы у вас возникло внутреннее ощущение вашего собственного понимания того, что происходит с человеком, который обратился к вам за помощью. Это действительно достаточно большой объём знаний. И в рамках нашего мастер-класса мы посмотрим только на какие-то ключевые, очень важные точки. Но мне важно, чтобы вы почувствовали, что вот те состояния, с которыми мы будем работать, а это от панических атак до осложнений после ковида, на которые сейчас все жалуются, вы вполне можете с этими ситуациями справляться. И поверьте, когда вы такую помощь оказываете вашим клиентам, вы по-настоящему ощущаете себя профессионалом своего дела. В значительной части вот работа с паническими атаками, такими психосоматическими явлениями является самым правильным входом в психотерапевтическую консультативную работу, потому что сама структура невроза, того, с чем обращаются наши клиенты к психологам, состоит из той механики, которая приводит к возникновению панических атак. Поэтому тема непростая, но очень интересная. И самое важное, она крайне значима с точки зрения владения профессией и по-настоящему совершенствовании профессии. Дорогие коллеги, сегодня мы посмотрели с вами на один случай из клинической практики. И, конечно, это лишь одна из возможностей того, как наша психика и, собственно говоря, организм реагируют на жизненные обстоятельства, на те стрессы, с которыми мы сталкиваемся. По теории стресса мы поговорим с вами чуть позже. Сейчас я хотел сделать что-то вроде такого вводного, разъясняющего видео вообще, что такое психосоматика, если объёмно на это дело посмотреть. Ну, я думаю, что вы все слышали про всякую разную странную такую психосоматику, о которой разные специалисты рассказывают. Но я буду рассказывать вам с медицинской точки зрения. И вот с медицинской точки зрения действительно есть целый набор заболеваний, которые называются классическими психосоматическими расстройствами, которые связаны с тем, что длительный хронический стресс, неосознаваемый человеком в достаточной степени, может приводить к тому, что функциональные системы, которые регулируют функцию внутренних органов, дестабилизируются. Ну, самый простой пример – это хроническое чувство тревоги, которое переживает человек. И не случайно пик этих, этого заболевания приходится на молодой возраст. Это язвенная болезнь желудка и гастриты. Значит, чувство тревоги действительно приводит к тому, что нарушается регуляция симпатического и парасимпатического отдела нервной системы, которые отвечают, по сути дела, за выработку, уменьшение или увеличение выработки соляной кислоты в желудке. И, соответственно, она может попадать в двенадцатиперстную кишку, и там может вызывать язвенные процессы. И повышение артериального давления с одной стороны, с другой стороны – увеличение кислотности, или такое нарушение кислотности, которое приводит к атрофии слизистого слоя, может приводить к тому, что бактерии, которые находятся в желудке, являясь неопасными сами по себе, обретают патогенный характер и вызывают соответствующие расстройства. Это просто пример. Точно так же можно говорить про гипертоническую болезнь молодого возраста. То есть, когда у человека в районе сорока уже давление скачет как следует, как правило, основа в этом – это как раз хронический стресс, но это такой невыраженный гнев, это очень высокий уровень симпатических влияний, который приводит к тому, что функциональные системы, отвечающие за регуляцию тонуса сосудов, сокращение сердечной мышцы и так далее, все они, складываясь, много разных факторов, приводят к тому, что у человека реально возникает гипертония. То есть, в данном случае и тревога, и гнев, вот эта невыраженная агрессия, бей или беги, они из-за постоянной такой перегрузки приводят к фактическому страданию организма. И в этом случае мы, как психологи, как психотерапевты, не можем вылечить ни гипертонию, ни язвенную болезнь, ни нейродермит, ни астму, ни ряд других классических психосоматических заболеваний. В этом случае мы оказываем вспомогательную помощь, потому что, как правило, эти заболевания возникают у людей, которые недостаточно создают собственные эмоции. Та или иная выраженность алекситимии, так называемая, у них наблюдается. Поэтому их основным доктором будет, конечно, терапевт, а наша задача, как психологов, просто научить человека понимать состояния, в которых он находится, и научить его по-другому реагировать в тех жизненных ситуациях, в которых он традиционно испытывает тревогу, стресс и так далее. Так что, как видим, это крайне существенно для молодых пациентов с точки зрения язвенной болезни, гастритов, нейродермитов и так далее. И чуть более зрелые люди, да, это порядка сорока лет, это развитие гипертонической болезни по вот этому психосоматическому типу. Это один подход, и мы сейчас не будем его рассматривать, потому что важно, конечно, разобраться с теми клиентами, которые действительно являются клиентами психологов. Это клиенты несчастные. Ну, сейчас, к счастью, уже стала активно использоваться сформулировка панические атаки, и благодаря тому, что врачи, значит, не психиатрических специальностей, сталкиваясь с такими пациентами, они уже достаточно уверенно говорят о том, что вам нужно идти к психологу, к психотерапевту, вам нужно справляться с вашим эмоциональным состоянием. Это панические атаки, да, несердечное или какое-то другое заболевание. Это облегчает жизнь. Вот я, когда начинал практику, к сожалению, все эти пациенты получали диагноз вегетососудистой дистонии или нейроциркуляторной дистонии, и считали, что у них действительно есть соматическое страдание. Но все пациенты с паническими атаками физически здоровы. Это стоит даже в определении вегетососудистой дистонии, о том, что там нет органических изменений, то есть каких-то изменений, которые могут привести человека действительно к тем последствиям, которых он так боится, когда у него возникает приступ панической атаки. При этом сами панические атаки могут быть очень разнообразными. Это могут быть такие классические панические атаки с полноценным таким вегетативным приступом. У человека учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, может возникнуть холодный пот, вот это ощущение страха смерти, что сейчас произойдет инсульт, инфаркт или еще что-то. Он активно ищет в этот момент медицинской помощи, потому что боится, что действительно умирает. И это в разных обстоятельствах может происходить, и совершенно в покойке, а ничего вроде бы не происходит. Во сне человек может начать испытывать такую вегетативную бурю, и просыпается с этим чувством и так далее. Это такая классическая форма панической атаки, которая предполагает очень четкую, понятную технологию работы с этими состояниями. Дальше начинается очень широкий круг. Хронические головные боли или хронические боли в спине. Значит, у человека начинает вот просто голова становится тяжелой, как бы сказать, вот это ощущение такое, что что-то, ну вот прямо болезнь, болезнь какая-то. Пример, да, хороший. Сейчас этого стало еще больше, потому что распространилась идея про ковид, значит, который якобы поражает мозг. Вот мы про это поговорим с вами чуть подробнее отдельно. Но, значит, вот люди начинают думать, а со мной что-то действительно вот не так. То есть тоже возникает на самом деле тревога, беспокойство. Да, есть субъективное ощущение физического недомогания, то есть я ощущаю себя больным, но главное переживание – это не просто страдание как таковое, как страдание при хронической боли, а это чувство вот тревоги, что нужно что-то сделать, нужно у кого-то обследоваться, нужно понять, что же со мной происходит и так далее, и так далее, и так далее. То есть маска всего происходящего – это телесные какие-то симптомы. Но главное переживание, главное чувство, которое человек характеризует – это тревога, это беспокойство, страх собственной жизни, это ощущение какой-то болезни, возможно, неизлечимой, редкой там и так далее, и так далее, и так далее. Значит, и вот это уже невротическое состояние. Значит, почему мы вообще, психотерапевты, значит, говорим про вот такой феномен невроза. Особенностью невроза состоит в том, что есть какой-то базовый глубинный внутренний конфликт, который связан с тем, что какие-то потребности, которые человек где-то не осознаёт, где-то сам в себе подавляет и так далее, не находит вот эти потребности разрешения, он испытывает из-за этого внутреннее тяжёлое такое эмоциональное состояние напряжения, а потом какой-то внешний фактор становится для него, как бы сказать, способом выпрыгнуть из этой неразрешимой для него внутренней психологической ситуации, потому что он даже её не может толком осознать. И возникает то, что называется симптом невроза. То есть основа невроза – это всегда внутренний базовый конфликт. Симптом невроза может быть самым разным. Это может быть какая-то конкретная фобия, страх высоты, страх потерять сознание и так далее. А может быть прямо такая очерченная, соматическая, телесная реакция. Но на самом деле она не является признаком телесного, физического страдания. И вот наша задача – научиться определять вот это состояние, научиться так взаимодействовать с нашим клиентом, чтобы он понимал, что с ним происходит на самом деле, и проводить его по пути, которым вот этот симптом постепенно уходит, постепенно вообще курс занятий для лечения вот таких психосоматических, самотоформных расстройств составляет порядка 10-12 сессий. И за это время человек избавляется и от симптома, и осознаёт тот внутренний базовый конфликт, который организовался в его фактической жизни. Они в отношении с врачами, медицинской помощью и прочими, значит, составляющими этого букета, так сказать, жизненных событий, которые у человека возникают уже после возникновения симптома. Итак, подведём небольшие итоги. Значит, сегодня мы с вами начали наш мастер-класс. Я рассказываю вам про психосоматические заболевания и невроз. Психосоматика, как мы с вами поняли, это, с одной стороны, классические психосоматические заболевания, которые являются прерогативой врачей, соответствующих специальностей, гастроэнтерологов, кардиологов, драматологов и так далее. Но здесь мы оказываем важную вспомогательную функцию для того, чтобы предупредить в развитии рецидивов, чтобы дать человеку возможность жить полноценной жизнью и не усугублять своё физическое страдание. И вторая часть психосоматики – это так называемые соматоформные расстройства. То есть, это расстройства, которые имеют форму соматических заболеваний. А суть у них невротическая. И в основе любой соматоформной патологии лежит, собственно говоря, невроз. Это прерогатива психотерапевтов и психологов. И несмотря на то, что все эти состояния окутаны какой-то дымкой непонятностей для многих специалистов, к сожалению, это очень ясное, понятное состояние, у которого есть свои правила развития, формирования. И несмотря на многообразие проявлений, с которыми к нам обращается клиент, внутренняя логика и технология решения этой задачи, она всегда универсальна. Поверьте, она отработана и даёт прекрасные результаты. Как я люблю шутить по этому поводу, вы у нас, от нас непролеченным никто не уходил. Ну, я иронизирую. Конечно, это требует опыта, знаний, практики. Но я надеюсь, что вы вместе со мной уже начали погружаться в эту тему. И дальше я вам покажу ещё целый набор очень важных элементов знания, которые должен обязательно иметь профессиональный психолог, когда он работает с пациентами, которые направлены к ним, часто врачами общей практики, кардиологами, гастроэнтерологами или другими неврологами или другими специалистами. Так что тема чрезвычайно важная, интересная. Надеюсь, вам был полезен сегодняшний день. Ну и завтра мы, собственно говоря, продолжим эту работу.